Вот, охарактеризуйте, вот, например, в Ютубе набираю, и ролик такой выходит, где молитва «Отче наш», там 40 раз её читай, и там реально вот 40 раз крутится эта пластинка вот туда, вот. Что это такое вот? Ну что за пластинка-то? Я же не вижу. Я имею в виду ролик, ролик, пластинка я условно назвал, ролик, и там 40 раз молитву «Отче наш», читай. И там вот это 40 раз эта молитва «Отче наш» крутится. Это, ну, что это, так можно себя вести? Никогда такого не было. Даже не слыхал такого никогда. Один раз прочитай. Беру больше миллиона просмотров, Игнат Тихонович. Ну, хорошо, много просмотров. Но если каждый день погибает один миллиард людей, то что? Одна треть пала с неба. Разве это довод? Это люди понимают так, вот закрутили, как у буддистов, меленко крутится, и всё там, о, манам, адахун, всё, считать не надо, вода крутит лесеный, и всё, меленко крутится. Это то же самое, заклятие. Думает, много раз скажет одно слово, и что-то изменится. Больше двух раз в Писании нету. Помилуй меня, Господи. Один раз. А теперь, Господи мой, Господи. Дважды только Давид говорит. Весь ответ. Всё остальное выдумка. А если я начну практиковать это, чем мне это грозит, Игнат Тихонович? Да ваше дело, что вам это грозит? А то, что настоящий верующий, он не будет смеяться над этими молитвами. Воззови ко мне, я услышу тебя, говорит Господь. Он не говорит, что непрерывно повторяй, как вот придумали Иисусову молитву непрерывно. Это неверие. Если Он тебя избрал, омыл кровью твою, что ты каждый день будешь говорить сто раз, помилуй меня? Нигде этого нету в Библии. А по Библии нас Бог будет судить. 12.48 Евангелие от Иоанна. И все вопросы отпадают. Так, всё. Никогда не понимайте вопросы. Отходи от них, обойди. Это люди Бога не знают. Совершенно. Не считают Евангелие. Так, вопросов нет, отхожу. Игнати Тихонович? Да. А как вот тогда понимать, если написано «Непрестанно молитесь»? «Непрестанно молитесь», «Благодарите». Три ступени. Первая – простительная. Вторая – благодарение. Третье – словословие. За всё, что ты видишь. Считай псалтырь. И по псалтыре находи, где твоя дорожка. Ты нашёл себя там? Как Бог отвечает тебе? Откройте 72-й псалом. Просчитай. 72-й. Его и не знают, и не знают. Никогда. 49-й. Просчитайте. А то 50-й считай, и 89-й ещё. Накануне других. И ты увидишь, что тебя абсолютно всё касается. За всё благодарите. За всё благодарите. А вот за что благодарите? За суды правды твоей. Семикратно в день буду прославлять тебя. Где бы ты ни шёл, благодарю тебя, Господи. Смотри, я не ожидал, что здесь даже буду. Я не знал, что мне дадут Слово Божие живое. Слава тебе, Господи, за твоих переводчиков, какие были. За издателей, которые потрудились для нас. Хвала тебе, Господи. У меня глаза я считать могут. А есть слепые. Помоги им, Господи. Ты непрерывно будешь славить Бога и говорить Ему истину и слова. У тебя всё время душа будет развиваться. Бездна-бездну водопадом вызывает. А у нас язык данный сказать ещё не могут. Игнатий Игнатьевич, а вот это вот. И вот он ходил пред Богом там. Это вот об этом речь? Он непрестанно молился? Кто был перед Богом? Ну, например, кто был взят, который на небо, этот, Илья и Енох. Енох, он там ходил пред Богом. Ну, хорошо. Зачем нам это знать? Златоуз говорит, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Мы знаем, Илья взят на небо. Всё. С чем он занимается? С чем он питается? Мы ничего не знаем. Он как раз по этому вопросу отвечает. Ну, что это за больнодумство такое? А вот, а что думаю я? Зачем это нужно? Игнать Игорьевич, я имею в виду ходить перед Богом и непрестанно молиться. Это одно и то же понятие. Ходить перед Богом, значит, чувствовать, что Бог рядом и что попало не делать. Перед Богом ходить, бояться греха. А словословить, это другое совсем. Хотя и там ты можешь словословить. Перед Богом ходить, как вот, допустим, маленький ребёнок, что попало делают? Помню, родители дома, они смотрят за тобой. Представляют в своём воображении, что они дома. Вот, как себя ведут на дорогах. Показано, как едет человек, ну, в виде фокуса где-то. Едет скорость там 150. Видит, впереди знак милиционер стоит. Он сразу 50 километров. И сразу у него крылышки ангельские выросли. Как проехал милиционер, опять рога выросли, и опять прёт. Вот это наша жизнь такая. Так, всё. Кстати, не вопрос, а вот обстоятельства были такие. Ехал в такси, ну, по своим делам. И был мусульманин. Из разговора хотел ему, как бы, свою христианскую позицию сказать. А в Евангелии, ну, он начал настаивать, что Бог — это просто пророк, у них так написано. И я даже не мог какие-то цитаты сказать, как будто вот у меня всё из головы выветрилось, все стихи, вот что-то, как сказать, ну, что-то ему сказать так, чтобы он обратился, что ли, больше к христианской вере. Ну, не стал я его... Хорошо, у вас из головы вылетело. А было ли оно там в голове-то? Надо в сердце жить, а не в голове. А вот он такое не знает. У меня в жизни этого не было. Они мусульмане толпой собираются. Я в мечети проповедовал у них. При шейхах. Во многих государствах. Какие внимательные слушатели. А я хотел сказать, когда грех душит, молчи лучше, не позорься. Сначала живи свято. Чтобы люди почувствовали живительный запах жизни. А то живём, говорит, что попало, творим, а кому-то сказать. Кому ты сказать можешь? Это не надо говорить даже. Кроме позора ничего там не будет. Ну, я поэтому молчал. Я вот меня всё время на беседы начальник в тюрьме вызывал. Начальник тюрьмы полковник. Умер по-христиански. Следователь допрашивался. Троекратное погружение получил. Следователь КГБ стал священником. Вот и всё. Почему? Дух Святой это делает, не человек. Да, я понял. Благодарю. Мы должны идти торжествующе. Аллилуйя. А им запомните, что надо говорить. Пятая сура Аль-Майда. И 68-й аят. Там говорится, что Всевышний дал нам инжил. Это в их книге написано. То есть Евангелие. Чтобы я по нему поступал, я по нему поступаю. Ваша книга, я говорю, меня одобряет. А наша книга говорит, что вы все в аду будете гореть. Галатам. Первая глава. Восьмой, девятый стих. Пятая сура, 68-я. Пятая сура, 68-й аят. Это стих. Стих. Всевышний дал нам Евангелие инжил. Они говорят, у них Иса, это не Бог, это пророк. И резь не о Боге идёт, а об Иса. А у вас, у нас, я говорю, это второе лицо Троицы. Нет, я говорю, я ваше не опровергаю. Зачем ты ко мне влезешь в Библию? Тебя сразу на место осаживаю. Между вашим Иса и нашим Иисусом 1600 лет. 1600 лет. А где это известно? 19-я сура, 28-й аят. 3-я сура, 35-й аят. И сравнивать нужно с исходом 6-я глава, 20-й стих. Вот чтоб ты говорил у тебя, чтобы оно видно было. Снаряды летят. Ясно. Ещё далеко это для меня. Много, очень много мусульман. Самая большая потеря ума, когда мужчины или женщины живут блудно. Много раз женятся. Или играют на компьютерных играх. Вот где всё теряется. А когда человек живёт свято-чисто, и ум у него остаётся из старости сочный, плодовитый и свежий. А это каких-то 30 лет и уже загнулись. Прочем, проблудили мозги. Я с кем не разговариваю, ума нет. Это всё связано с чем-то. Не на пустом месте растёт. Аллилуйя. Так, никого нет, отошёл. Слышно. О Der Совет 바뀔. Пobлеменский класс. А если ещё раз кон aristMAN, ясно-поблеменский, дорогой, смотри.